Мы продолжаем серию фильмов о том, как я строю свой бизнес в компании Forever Freedom International. Вот сейчас, сегодня, я получил наконец долгожданный продукт. Вот я коробку скрыл, вот здесь накладная от компании, да, и вот здесь, значит, долгожданный продукт. То есть, вот он, MBG Boost, в жидком виде, это то, что будет давать экономию моему автомобилю, ну, 20%, порядке 20% это точно. И вот пришла целая коробка, вот тут их 20 бутылок, всего 20 бутылок. То есть, ну, я решил строить свой бизнес по-серьезному, поэтому взял 20 бутылок. Значит, что я хотел этим видео сказать. Первое. Интернет-магазин работает. Я не знаю, как там в других компаниях или в других магазинах, но в компании FFI он работает. То есть, вы заходите в интернет-магазин, оплачиваете денежки, вам приходит продукт. Принесли его прямо сегодня мне домой, вот сюда, в мою квартиру. Принесли, значит, и отдали. Значит, второе, что я хотел сказать в этом видео, что 20 бутылок я взял, много это или мало. Вот смотрите, я сегодня был в Днепре, общался со своим компаньоном. Просто рассказал ему в двух словах, он говорит, так, Валера, стоп, мне, говорит, бутылочку подгони. Вот сейчас одна бутылочка уйдет в Днепр. Вторая бутылочка уйдет у моего друга, есть друзья в Мельницком. Вот как минимум одну бутылочку они уже ждут. Вот вторая уйдет туда, в Днепр. Третья бутылочка уйдет Николай Александровичу, соседу моему. Мы с ним живем рядом, он тоже ждет. Сегодня у меня, кстати, сегодня день какой-то, то есть продукт не успел прийти, я сегодня со всеми встретился. Третья уйдет ему. Четвертая уйдет Миши, соседу моему. У него тоже своя машина, он тоже ждет. Пятая уйдет. Еще третьему соседу Юрию. У него тоже Мазда 626, он тоже ждет. Шестая бутылочка уйдет, я дом заканчиваю, мне сделали натяжные потолки. Вот там мастер Олег, он говорит, мне надоело уже эти потолки, конкуренция большая, требования высокие, а короче объемов нет. Не найдете ли вы мне какой-нибудь бизнес? Ну, он видит, я преуспевающий человек. Я ему говорю, так, Олежка, бизнес у тебя уже вообще на носу висит. Рассказал ему. Вот завтра он придет, заберет шестую бутылочку. Он говорит, я хочу попробовать. Я типа того, что у него девятка своя. Не вопрос. Шестая уйдет туда. Две бутылочки. Две. Сейчас уйдут в Италию. Руслан там ждет. Ну, мне его верхний спонсор, он сам из Украины, Руслан. Ну, как-то украинцам больше доверяет. Вот сейчас уйдут две бутылки туда ему. Потому что он тоже ждет, он говорит, ты мне хотя бы бутылки две-три пришли, я должен это попробовать. Я не могу, у нас сейчас в Италии кризис, у нас сейчас пассивная надвигается, там, говорит, нам сейчас государство выделяет, ну, там, фермерам деньги какие-то определенные под топливо, говорит. А если они сейчас еще будут 20-30 процентов экономить на этом топливе, то ты что, говорит, ну, мне, говорит, надо это попробовать. Вот сейчас две бутылки, он же мне реально сказал, говорит, я тебе Western Union скидываю там 100-150 евро, сколько скажешь, говорит, значит. И как бы две бутылки идут туда. Да? Бутылку я залью сейчас, мне же надо пробовать. Бутылочку я сейчас оставлю себе. Потому что мне нужна у меня машина, у сына машина, нам надо будет заправить, завтра же вот я сейчас заправлю, и в смысле это самое, буду ездить. Одна бутылочка сейчас уйдет заправщику моему. Я на одной и той же заправке постоянно заправляюсь. У нас угроза от Нафтовская заправка, хороший бензин там. Ну, относительно хороший, я сейчас свечи менял, на свечах нога. Такой, приличный, в смысле. Вот 90 тысяч машина у меня прошла. Сейчас ему, он тоже ждет, у него там какой-то, то ли картинг-клуб свой, то ли что-то это, сам. У нас узнаете так, работает заправщиком, а содержит свой картинг-клуб. Вот такие у нас есть заправщики. Вот ему сейчас надо будет, он говорит, как только придет, дай мне сразу узнать, потому что у меня там этих картингов, я не знаю, сколько там, мне, говорит, надо. Мне, говорит, даже экономии от него не надо. Мне, говорит, надо, чтобы он быстрее или двее машина ехала. А продукт работает, она и быстрее будет ехать, и экономия будет 20%, как минимум 20%. О, это вот я на вскидку только. Это то, кто с чего ждет. Смотрите, что осталось. Осталось 10 бутылок. Да, как в этом, в Кавказской пленнице бутыть самогона ставит, говорит, слышишь, говорит, Шурик, а что тут пить? Так вот и я. А что тут осталось, е-мое? Я его ждал, 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 ждал. Но проблема, продукт разлетается махом. Склад не успевает. То есть американцы не ожидали такого спроса. И посадки на всю СНГ только через киевский склад. Склад в Киеве. Все. То есть оборот такой, ну ждали. Ждали. Но я, допустим, я знаю, что такое сетевая компания. Я лично не сомневался. Я знал, что продукт придет, никуда он не денется. Ну, вопрос времени. То есть я к чему, в смысле, это самое. То есть если вы боитесь связаться с сетевыми компаниями, да, но я не могу за всех говорить компанию, да. За свою компанию я говорю, ребята, no problem, я ждал долго. Не дадут соврать, вы там на ютубе можете пошариться, там много видео, которые люди, может кто-то и рассказывает, как он долго ждет. Я долго ждал. Но я дождался, он пришел продукт. Никуда не денется. То есть все работает, все работает, все крутится. Вот смотрите, такая маленькая коробочка, да, а начало большого бизнеса. Пожалуй, все. Гаси.